Здравствуйте, друзья! Вот и настала, как говорили раньше коллеги, пора решающих матчей Лиги Чемпионов. Первая атака довольно-таки удачной. Штерн. И опять проблемы. Теперь уже у Зиги Штерна тяжелая ситуация в атаке у Паласиуса. И вот так вот можно, оказывается, решить все те же самые задачи, спокойно избирая на этот самый неудачный прием, чтобы решать задачи. Вот такая подача укороченная. Внимательны были соперники здесь до игрока. Может быть и опять суперлаг, но там его оппонент зарезультативный на этой очередной на тройном блоке. При высоченном прыжке блок-аут. Хорошая подача сейчас нужна французам. справляются с этой немецкие визави. С одной руки передача. Суперлаг тоже не во всю силу. На тройном блоке Нета. На этот раз блок-то был, а уже нет. А вот здесь хорошая комбинация. И опять блок работает у Фридриха Фаффена. Зига Штерн, наконец! Пока работали ребята у сетки. Эту партию зацепить. Потом думать о большем. Здесь переходящий мяч. Мощнейшая атака. Ключа на Полонске. 12-18. Полонский принимает. Суперлаг нащит удар Нета. А здесь что? Здесь китрючий Штерн пробрасывает его под блоком. Суперлаг опять здорово играет в защите. И... Нет, в игре он остается. Суперлаг. Суперзащита от Суперлага по блоку. Что еще придет? Зига Штерн. И все. Первый сет остается за Фридриха Фаффена. Всяких калькуляций. Отличная подача Штерна. Снизу передача на Барыша. Тот на тройном блоке. Но тут дальше Нета, конечно, должен быть. На тросову мяч повесили. С превеликим трудом он прошибает тот самый трос. Но это лишь отложило. Расплату Качич из четвертой зоны. Переходящий. Сразу же Делькович не стал атаковать. И даже таким образом пытался спасти розыгрыш Драмы Нета. Но, по-моему, не попал в двор. Вернее, попал в двор. Штерн в приеме. У Чачичи особых вариантов-то не было. Но опять загнали Драмы Нета на сетку. Еще один заход на цель. Но на этот раз мяч в площадке. Какого там прикрыли? Либо Дебарыша, либо Деруйона. Сейчас посмотрим. Не, вообще Дебарыш на подаче вроде бы. Можно будет рассчитывать на успех и во второй партии. Придрих Кампанова. Здорово! Две принципиальные разные атаки показали игроки немецкого клуба. Наконец-то мяч пришел в четвертую зону. И там Чачич сыграл здорово. Ну, замучился. Вау, мяч. И вот так вот, я бы даже сказал, бесславно для Тура заканчивается. И вторая партия. Деруйон не попал в подачу. Очень тяжелая ситуация Уизи Гештерна. Не решился он на атаку. Нета. И опять по воробьям. Каманеда подает. 3-3 счет равный. Чачич спасает. Розыгрышной. Еще один блок во втором розыгрыше подряд. И опять Паркинсон. С Медельковичем справились. Одиночный блок. И уж на одиночном Садаруену свою задачу решает. В четвертой зоне. Паркинсон. 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 И все это заканчивается. Ну такой вот атака и Недельковича. С брозом даже. Волейбол и Сатарана сохранилась. Хорошая подача опять-таки. Ну и атака хороша. Монтеера. Блох работает и все. 25-21 третья партия. Ну, чисто говоря, логичный исход того, что произошло. Я теперь мало сомневаюсь в том, что дома удастся ну хотя бы одну партию зацепить предресс-капанную. И, соответственно, выйти в четверть финал. Ну а лучшим игроком, вне всякого сомнения, сегодня стала Зига Штерн. Ну это моя номинация. На этом мы с вами прощаемся. Любите волейбол, смотрите волейбол, играйте волейбол. С вами был Алексей Осин. Удачи и счастливо.